Уважаемые коллеги, продолжаем нашу работу и продолжается у нас гипотологический блок. Сейчас Елена Владимировна Винницкая представит доклад о значении альбуминов, коррекции осложнений цирроза печени. Очень важный доклад. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Наша тема, посвященная значению альбуминов, коррекции осложнений цирроза печени, чрезвычайно актуальна. Хотя бы тот факт, что 20 лет назад мы не использовали альбумин и смертность наших пациентов была в разы выше, говорит о том, насколько важно знать, понимать и применять альбумин в коррекции осложнений цирроза печени, в лечении его. Распространенность цирроза печени достаточно велика. На этом слайде карта глобального регионального и национального бремени цирроза в 195 странах. И мы видим, что в России цирроз печени, его распространенность составляет около 2,5 тысяч на 100 тысяч населения. Цирроз печени можно определить как полиэтилогическое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется перестройкой печеночной архитектоники, сосудистой системы печени, с образованием ложных долек и развитие внутри печеночных анастомозов. Естественное течение цирроза приводит к портальной гипертензии, печеночной недостаточности, вне зависимости от повреждающего фактора. Эволюция любого хронического заболевания идет от повреждения к воспалению, процессам фиброза, формированию цирроза и его осложнений. Современная классификация осложнений течения цирроза печени по международным рекомендациям Европейской ассоциации по изучению заболеваний печени предусматривает выделение стадий компенсации, декомпенсации и терминальной стадии, когда развиваются такие тяжелые осложнения, как рефракторный асцит, персистирующая энцефалопатия, почечная и другие дисфункции. Таким образом, сегодня мы можем определить декомпенсированный цирроз печени как системное заболевание с вовлечением многих органов и систем, сопровождающиеся полиорганной системной дисфункцией. Частота осложнений при циррозе достаточно варьирует, но одним из наиболее распространенных осложнений является асцит, который развивается в 50% случаев у пациентов первые 10 лет после диагностики цирроза печени. Спонтанный бактериальный перитонит выявляется в 10% у госпитализированных пациентов по данных различных стационаров и до 3,5% у амбулаторных пациентов. Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода выявляется у 40% случаев в течение 10 лет после постановки диагноза. Гепатеринальный синдром – это грозное осложнение. Его распространенность у пациентов с асцитом через год составляет 18%, а через 5 лет уже 39%. Печеночная энцефалопатия развивается приблизительно у 45% пациентов в течение 10 лет с момента диагностики цирроза. Гепатоцеллюлярная карцинома – 70-90% случаев развивается у пациентов именно с циррозом печени. Альбумин выполняет множество важных функций в организме, и одна из наиболее существенных – это поддержание коллоидно-осматического давления между кровеносными сосудами и тканями, а также за счет связывающей функции – транспорт, соединение нерастворимых в воде, детоксикация и обмен метаболитов, накопление и хранение веществ, поддержание целостности сосудов. Место биосинтеза альбумина – печень. Скорость составляет около 15 г в сутки, но может варьировать. Ежедневно синтезируется до 14 г альбумина. Регуляторами биосинтеза являются коллоидно-осматическое давление, кортизол, гормоны щитовидной железы. Период полувыведения из плазмы – до 19 дней. Многие функции альбумина опосредуются именно путем связывания с лекандами. Это жирные кислоты, билирубин, гем, активные формы кислорода и другие. Целый ряд лекарственных веществ связываются с альбумином. На слайде представлен широкий спектр лекарственных препаратов. Как уже было отмечено, альбумин отвечает за плазменно-онкотическое давление, поскольку капиллярная стенка действует как полупроницаемая мембрана и позволяет свободно проликать небольшим молекулам и воде. Белки плазмы, в частности альбумин, имеют слишком большой размер и оказывают осматические эффекты на поверхности капиллярной мембраны. Анкотическое давление противостоит гидростатическому, и именно альбумин отвечает за 80% плазменного коллоидно-осматического давления. Одним из очень хороших, зарекомендовавших себя препаратов альбумина является альбурекс. Это альбумин человека 20% который расфасован по 50 и 100 мл в флаконе. 1 мл содержит 20 мг белка человеческого альбумина. Следует отметить высокую степень очистки этого препарата. Содержание альбумина соответствует верхнему допустимому пределу для раствора для инфузии альбумина человека. Согласно европейской фармакопии, раствор для инфузии не содержит консервантов. Клинические показания к применению альбумина это экстренное восстополнение объема крови, лечение ожогов, воспаления и сепсиса. И особенно важное в аспекции нашего сообщения это лечение осложнений цирроза печени, профилактика циркулярной дисфункции после лапароцентеза и лечения с помощью диуретиков, спонтанного бактериального перитонита, гепатеринального синдрома. Следует подчеркнуть, что необходимость введения альбумина не обязательно должна определяться его уровнем в сыворотке крови. Следует отметить, что в лечении такого осложнения цирроза печени как асцит, альбумин имеет ведущую роль, особенно при проведении пароцентезов, когда по современным рекомендациям необходимо вводить 6-8 грамм альбумина на каждый литр удаленной асцитической жидкости при объемном пароцентезе свыше 5-6 литров. При восполнении объема циркулирующей крови вводится 8 грамм на 1 литр удаленной жидкости. При рефракторном асците первая линия терапии – это повторный высокообъемный пароцентез в сочетании с альбумином 8 грамм на 1 литр удаленной асцитической жидкости. Рекомендуется введение альбумина для повышения эффективности диуретической терапии в условиях стационара 12,5 грамм в сутки и после выписки 25 грамм в неделю в течение длительного времени. В лечении осложнений, в частности при спонтанном бактериальном перитоните, рекомендуется введение 1,5 грамм на килограмм при постановке диагноза сразу и далее в течение двух последующих дней по 1 грамму на килограмм. Это необходимо для профилактики острого почечного повреждения, которое может развиться при спонтанном бактериальном перитоните. При гепатеринальном синдроме все пациенты в соответствии с сегодняшними рекомендациями должны быть оперативно пролечены альбумином в дозе 20-40 миллиграмм. При нарушении кровообращения рекомендовано 8 грамм на каждый литр эвакуированной жидкости и при прочих инфекциях, кроме спонтанного бактериального перитонита, рекомендуется такое же лечение, как и при спонтанном перитоните, но пока исследований в этом направлении достаточных не проводилось. Существует схема лечения декомпенсированного цирроза, когда предлагается 40 грамм вводить 2 раза в неделю в течение двух недель, затем длительно по 40 грамм в неделю. Однако эти схемы отрабатываются. Нежелательные явления противопоказаний – это тошнота, лихорадка, приливы, крапивница, однако они развиваются крайне редко. Кроме того, альбумин противопоказан пациентам с известной чувствительностью к альбумину. Должен с осторожностью применяться у пациентов с чувствительной гиперволемией. Следует отметить, что альбумин обладает исключительно высоким профилем безопасности, и за 50 лет не было зарегистрировано ни одного случая передачи вируса. Существует целый ряд клинических исследований, которые посвящены эффективности альбумина. Теперь это не частный опыт отдельных исследователей, а результаты крупных рандомизированных исследований. Одно из них – это исследование АНСВЕР, когда 218 пациентов наблюдались в течение 18 месяцев, отмечалась первой конечной точкой, являлась 18-месячная смертность от любых причин, а также исследовались вторичные конечные точки. Это количество терапевтических парацинтезов, кумулятивная доза диуретиков, гипонатриемия, качество жизни, частота и длительность госпитализации. Пациенты из состояния анализировалось в поставлении с группой сравнения, где проводилась стандартная медикаментозная терапия диуретиками без альбумина. Результат рандомизированного исследования показал, что общая выживаемость высшей в группе альбумина – 77% против 66%, на снижение уровня риска смерти на 38%, что очень важно, поскольку нам необходимо эту категорию пациентов поддержать до момента трансплантации печени. Снижение риска первого процентеза или развития рефракторного асцита было на 50% выше в группе альбумина. Кроме того, были показаны хорошие результаты по защите от других осложнений цирроза. Целый ряд других исследований, например, исследование, где проводилось наблюдение в течение целого года, которое также показало, что длительное применение альбумина в дополнение к стандартному лечению вело к достоверному увеличению выживаемости. Таким образом, следует отметить, что цирроз печени связан с риском развития серьезных осложнений, включая асцит, спонтанный бактериальный перитонит и гепатеринальный синдром. Три основных показания к применению альбумина в терапии осложнений цирроза печени. Первое. Профилактика циркуляторной дисфункции после лапроцентеза и при лечении рефракторного асцита. Второе. Профилактика развития нарушения функции почек при спонтанном бактериальном перитоните. И третье. Совместное применение с вазоконстрикторами при гепатеринальном синдроме. Снижение эффективного артериального объема крови – это часто встречающийся патофизиологический механизм развития осложнений заболеваний печени и является обоснованием для применения альбумина с целью лечения осложнений. В заключении следует сказать, что альбумин – это препарат, который таит в себе очень много возможностей и необходимы дальнейшие исследования по изучению его. И очень отрадно, что мы получили такой эффективный препарат для лечения нашей категории тяжелых пациентов. И можем продлить им жизнь, поддержать их и подвести к моменту трансплантации. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Владимировна. Но очень актуальный доклад и, естественно, возникают вопросы. Вот у нас в чат поступает вопрос, при каких показателях требуется коррекция альбумина. Видимо, имеется в виду, при каком уровне альбумина пациент нужно его уже вводить и корректировать. Спасибо, коллеги, за вопрос. Дело в том, что это вообще очень важная проблема, поскольку зачастую приходят пациенты практически на каждом приеме. Есть пациенты, которые приносят результаты биохимического исследования крови, исследуются печеночные пробы. Это пациенты с циррозом печени и, тем не менее, уровень альбумина у них не определяется. Альбумин – это ключевой показатель гепатодепрессии. На основании этого показателя у больных с печеночным, с циррозом печени, когда мы думаем о том, что имеется трансформация, мы судим о том, насколько далеко зашел процесс в этом развитии, о котором я говорила, от повреждающего воздействия факторов различных на печень, прогрессирования фиброза и развития цирроза. И в тех случаях, когда речь идет о восполнении уровня альбумина, конечно, мы встречаемся с тем, что пациенты приходят с очень низкими показателями. Это бывает и 13 грамм на литр, это крайне низкие уровни. Тут вопрос не стоит о том, что действительно нужна компенсация. Но когда речь идет о применении в качестве лечебного фактора, а мы рассматриваем альбумин как фактор терапии в настоящее время, на протяжении последних лет, именно спонтанного бактериального перитонита, как профилактика почечного повреждения, острого повреждения почек, для того, чтобы предотвратить развитие гепатеринального синдрома. В этом случае показатели альбумина принципиального значения здесь иметь не будут. Имеются отработанные схемы, есть международные рекомендации, их надо придерживаться безотлагательно. То есть чем быстрее в первые часы поступления пациента с такими осложнениями мы примем меры по лечению, назначим введение альбумина, тем будет выше эффект и, возможно, удастся спасти пациента и подвести его к трансплантации печени. Вы упомянули спонтанный бактериальный перитонит, видимо, это все близко к проблеме лечения напряженного асцита. Вот тоже вопрос есть, можно ли подробнее остановиться на лечении напряженного асцита? Ну, я, в принципе, уже касалась этого вопроса. Раньше, предыдущие, можно сказать, 15-20 лет широко применялся гемодез. Сейчас он полностью исключен из практики. И сейчас при лечении для того, чтобы улучшить диуретическую терапию, мы прибегаем первоначально к больше объемным парацентезам. Если в предыдущие годы мы предупреждали наших молодых докторов о том, насколько опасно дренировать асцитическую жидкость и выделять большие объемы, 15-20 литров, то сейчас, в принципе, это допустимо. Но имеется в виду, что мы должны восполнять альбумином вот эту потерю жидкости, потому что здесь осложнение чреватое тяжелыми гемодинамическими нарушениями. И мы в своей практике, особенно в студенческие годы, когда собирали студентов, делали парацентез, в этот таз сливался асцит, на следующий пациент умирал на следующий день. И на будущее мы всегда брали на вооружение, насколько это опасно. Сегодня мы все-таки придерживаемся умеренной тактики, это сливать около 6 литров асцитической жидкости, если у нас нет возможности восполнить альбумин. Все, что выше 6 литров, должно восполняться в объеме 6-8 грамм на каждый литр удаленной жидкости. Вот у меня буквально на днях был пациент, у которого было удалено 32 литра асцитической жидкости в областном городе и не восполнялось. Я не знаю, каким-то чудом он сохранил свою жизнь, и нет таких тяжелых осложнений. Но это, конечно, очень опасно. И более того, в тех случаях, когда нет такого большого напряженного асцита, но нам надо добиться эффективности диуретической терапии, в этом случае также рекомендуется вливание альбумина, но в умеренных дозах это может быть 40 грамм в неделю. И такие есть рекомендации даже к длительному применению, когда пациенты стоят в листе ожидания на трансплантацию. Вот такой сегодняшний подход к введению пациентов с напряженным асцитом. То есть на сегодняшний день большообъемные парацинтезы допускаются даже при спонтанном бактериальном перитоните, если мы имеем альбумин в достаточном количестве, чтобы его восполнять. Елена Витальевна, еще один вопрос, такой завершающий. Каков механизм действия альбумина в качестве препарата, который предотвращает гепторинальный синдром? Ну, здесь восполнение коллоидно-осматического давления и плюс еще антитоксические, все-таки связывание различных леганд, микробных тел и так далее. Здесь альбумин в частиц микробных тел. Альбумин принимает активное участие. И вообще следует сказать, что его функции сейчас только еще изучаются, потому что мы видим очень хороший эффект от терапии. И те случаи пациентов, которые я ищу на моей памяти, когда мы не применяли широко альбумин, это достижение уже последних лет, то эффективность лечения, продолжительность жизни наших пациентов в листе ожидания, она значительно улучшилась. То есть, это есть определенные положительные сдвиги, и поэтому применение препаратов альбумина на сегодняшний день это одно из первых средств, которым мы нуждаемся. Спасибо большое, Елена Владимировна. Множество благодарностей в чате. Слушатели говорят спасибо.